Впервые информация о возможном сносе здания первого детского сада прозвучала в июне 2018 года. Тогда Совет принял решение о том, чтобы участвовать в европейском проекте «Преобразование заброшенных пространств в ухоженные». Английское название этого проекта дословно переводится как «Превращение из трущоб в шик». В качестве трущобы было выбрано здание первого детсада, но однозначно о его сносе тогда заявлено не было. Говорили, что нельзя упускать шанс по выполнению практически бесплатного проекта, поскольку самоуправлению нужно было заплатить лишь 7,5% от его общей стоимости. И вот на днях директор администрации Виргиниус Букаускас однозначно сказал о том, что здание первого детсада будет снесено. В 2018 году, 26 июня, Совет принял решение, которое дал согласие, что самоуправление участвует в одном интераграммском проекте, совместном, то есть это проект, который между Литвой и Латвией. Это трансформация запущенных территорий, привести их в порядок, если по-другому говоря. Директор пояснил, что проектировщики представили два варианта использования территории бывшего детсада. Первый – зеленая зона и автостоянки для спорткомплекса и здания ВКЦ «Сидулина». Второй вариант – создание пространства активного времяпрепровождения. Им может стать единый комплекс, в котором разместится библиотека, музей и, возможно, информационный центр ИАЭС. Вот как об этом рассказал сам директор администрации. Там есть концепции, которые были, то есть это либо становится в одном варианте, там было два им заданных архитекторам, либо просто ставить, ну какой, то есть это, как я сказал, стоянки, другие – зеленые, то есть массивы, чтобы остается там, место отдыха наших горожан, а второе – то есть это с активным, и там вариант был, чтобы это было новой библиотекой, которая сегодня с вариацией других, что нет понятия уже чистых, если уже строим новое, перспективное и инновационное, то есть учреждение как библиотека, оно, скорее всего, должно совмещаться с этим, с музеем, или даже у мэра есть желание, чтобы вообще в городе был информационный центр атомной станции, который сегодня, например, мы знаем, что атомная станция там пытается получить немалые деньги на такой центр создания, так все-таки, если мы хотим, чтобы туристы посещали наш город, не приезжали мимо на станцию, что в этом месте должно появиться, может быть, совместить, что в этом месте, тогда будет несколько видов деятельности, люди, чтобы это хотели после этого вернуться. Некоторые люди придут, хотят посидеть и эту книгу прочитать, может быть, там, другие хотят прийти пообщаться с кем-то, скажем, библиотекой, третье – получить возможность, чтобы там был Wi-Fi, подсоединиться, где-то поработать, может быть, общаясь, потому что в этом плане уже ноги меняются, посмотреть, какая построена библиотека, например, в этого Вильнюсского университета новая, если кто-то был, как переделана главная наша библиотека Мажмеда в Вильнюсе, то есть, которая есть, совсем другое, то есть, чтобы оно было не закрытое как учреждение, более открытое, то есть, это более свободно, не то, что там, если книга старая, ну, может быть, и получишь там, скажем, мы не говорим, что таким у нас будет, но получишь, скажем, экземпляр, который электронный, вот его видишь, что там вот такая книга там какого-то, ну, так и должно и здесь. Честно, надо сказать, старое здание переделать по другой вид деятельности, это будет стоить намного дороже, потому что ее трансформировать, это надо сносить и так далее, проще, ее снести до фундамента, может быть, не полностью оставить, как, например, как вот сносили сейчас, который будет этот дом совместного проживания, сносили до фундамента. Это, конечно, совет будет принимать решение, то есть, если в этом плане, это надо понять, что сегодня только это готовится, то есть, те, чтобы подготовить проект, чтобы это было инвестиционным, потому что сегодня для получения средств надо иметь два минимума, то есть, в инвестиционном проекте два решения, предложения, без сегодняшнего статуса КВО. То есть, ну, мы предложили такой вариант, что, то есть, если вообще, то есть, ничего там не строить, это просто, ну, как стоянка, и что потому, что сегодня не имеет ни бассейн, там люди приезжают, приезжают команды, спортзалы, то есть, приезжают те же самые, скажем, центры культуры, негде остановиться, чтобы это было. Стоянка нормально, определенный порядок. И там дальше, скажем, парк и так далее. Или это типа территории, которые в этом месте появляются новые здания, будем говорить, связаны с культурой, потому что библиотека и музей, или еще то же самое, даже если это будет в этом месте и центр информации, скажем, атомной станции, если все совместить, чтобы это было даже, может, три в одном или больше, это более лучше, чем... Откуда финансирование на это здание планируете получить? Я в перспективе думаю, что в этом плане возможно, может быть, и с этого, что будет с нового финансового периода, с европейских средств, или в этот, есть по варианту, или получать дотацию, просить с правительства. В этом доте может быть не самое лучшее, а может быть идти на сегодня, многие слышат, и, может быть, строится, называемое привлечение бизнеса. Это называемое, то есть это либо через договор концессии, то есть когда бизнес приходит, вкладывается, строит по тем задачам, и потом получает 15-20 лет оператора, чтобы он покрыл, например, по этой структуре даже Дружкинка построена снова арена, например, по этой схеме построена Шавляйская, скажем, спортивная арена, как концессия, или второе, может быть, есть, например, эти здания, чтобы это будет в том плане, сколько будет, ну, приход людей и так далее, или, возможно, по схеме, то есть это надо опять решаться в этом проекте, когда будем делать уже инвестиционный конкретно перед этим, или есть такая еще форма, как партнерство частного и публичного сектора, договор. Понятно, спасибо, но хотелось бы такой небольшой экскурс в прошлое сделать, и вот поговорить об этом же здании в Вильте-Стри, ведь в свое время сначала оно сохранялось, потом-то было отключено отопление, именно поэтому оно пришло в негодность. Но вот сейчас, глядя на здание школы искусств, музыкальной школы, где они находятся, значит, зал гармония в бывшем помещении, это хозблок так называемый, там рядом, значит, заброшены эти общежития, жилища для бездомных котов, туда ходят дети, кормят этих котов, и, значит, то здание тоже в приспособленном помещении музыкальной школы, в этих комнатках там общежития. Логично ведь было бы в свое время сохранить это здание и перевезти туда музыкальную школу, и тогда оно было бы в хорошем месте, и прекрасно бы там разместилось. Я не хочу сказать, уже как и история, не имеется слагательного наклонения, что было бы, если было бы. Понимаете, то есть это время упущено, и сегодня, чтобы это даже туда перевезти музыкальную школу, я знаю, что когда-то музыкальной школе было предложено даже в Ильтес-5, отказ, в Ильтес-5 было предложено тоже самое в Ильтете. Это, скажем, приход Центра культуры, то есть это, чтобы туда-то был тот момент, может быть, как не местные имманы, что согласились, чтобы это здание не пришло как те. И уже в то время, когда-то было, скажем, закрывалось в 2012 году первая школа, уже здание в Ильтес-3, там уже надо было вкладывать большие капитальные, то есть это вложение. И при том плане, например, там не было тот период, откуда взять и финансовые средства. Ну, не хочу сегодня говорить, может, тогда было не хватало и политической воли. Итак, здание первого детсада практически приговорили к сносу. Правда, для этого еще нужно решение совета. И еще остается один призрачный шанс. Вместе с рядом других объектов здание самого первого детсада, возможно, будет выставлено на приватизацию. Но кто знает, как распорядиться им новый владелец. Так что, может быть, лучше не рисковать и идти по намеченному пути, раз уж не сумели сохранить здание, которое так дорого многим висагинцам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!